Доброе утро, друзья! Мы сейчас находимся в таком месте, откуда открывается прекрасная панорама на Ярославль. Практически 360 градусов можем обозреть. Вы, наверное, заметили, что и на ваших телевизорах в верхних углах находятся новые логотипы. Помимо привычного GT-регион, теперь там написано еще и 360 Ярославль. Такая многобрендовость вызывает вопросы. Для того, чтобы ответить на эти и другие интересующие зрители и вопросы, мы сегодня решили побеседовать с генеральным директором канала GT-регион Дмитрием Веретенниковым. Доброе утро! Доброе утро! Дмитрий, что же происходит, точнее уже произошло с каналом и что это за цифры такие 360? Все очень просто. 360 градусов – это название федерального телеканала, который теперь будет нашим партнером. GT-регион в этом году отметит свое трехлетие. За это время мы достигли очень неплохих результатов. Это не субъективно, а вполне объективно утверждение, основанное на наших телевизионных рейтингах. Рейтинги у нас, особенно учитывая, что это региональные телеканалы, очень приличные. Но для того, чтобы развиваться дальше, не стоять на месте, мы и решили уже идти в дальнейшем в партнерстве с каким-нибудь мощным федеральным телеканалом. И именно таким мы считаем телеканал 360 градусов. Это тоже молодой телеканал, ему всего пара лет, но в прошлом году он стал самым быстро растущим телеканалом в России в плане рейтингов. Телеканал молодой, амбициозный. Сразу объясню, почему название 360 градусов такое необычное. Ну, во-первых, это сейчас наиболее современный формат видеосъемки, то есть панорамное видео. Мы до него пока еще не дошли, вот в утреннем фрешене. Надеюсь, тоже скоро перейдем. Здесь в названии как бы закладывается то, что телеканал отвечает всем современным мировым телетрендам. И есть второе более утилитарное объяснение такого названия. 360 градусов телеканал, который, наверное, единственный из телеканалов России использует, постоянно использует, причем для съемок, воздушный шар и телевизионный вертолет. То есть они в буквальном смысле дают картинку с полным обзором. Поэтому вот такие смыслы закладываются в телеканал 360. Будем обновляться, вот модное слово, ребрендинг проводить, да, то есть вместо ГТ-регион мы перейдем к названию 360 Ярославль. Дмитрий, хотел бы уточнить, как же изменится, точнее уже изменился эфир канала ГТ-регион? Сейчас у нас в эфире будут абсолютно оригинальные передачи, которые вы ни на одном другом телеканале не увидите. Вот только у нас на канале ГТ-регион 360 Ярославль. К примеру, делается очень увлекательно кулинарное шоу, называется «Вкусно». Я готовить тоже не особо люблю, вернее, вообще не готовлю, у меня для этого дела есть жена, я ее всячески эксплуатирую. Поэтому, собственно, кулинарные программы мне не за чем смотреть. Но я вот начал смотреть и действительно стало просто интересно, как, что готовится, почему именно так готовится. Ярославские женщины и женщины Ярославской области, где также вещает ГТ-регион, а теперь будет вещать 360 Ярославль, получат новые блюда, а их мужчины, соответственно, новые вкусы. Я просто уверен в этом. Кстати, «Советы по здоровью» – это еще одно ток-шоу, которое делается на канале, причем ведет Ирина Слуцкая одна из настоящих звезд, ведущих телеканала. Но, кстати, далеко не единственная звезд на канале много. Например, Евелина Блёденс выступает тоже в необычном для себя качестве. Она ведет программу «Дача». Как понимаете, из названия она посвящена обустройству загородного житья, бытия. Тоже очень интересная и очень полезная. Другая звезда телеканала – Атар Кушинашвили. Он всем известен как экспрессивный, азартный человек. Скандальный парень, да. Ну, это одна из его ипостасей. На канале он без скандалов обходится. Он ведет интеллектуальное шоу «Самый умный нашелся». Тоже оригинальное шоу. Такого формата на других каналах не существовало. Поэтому тоже достаточно интересно смотреть. И среди ведущих каналов также Яна Поплавская, Николай Лукинский, Николай Усков, Виктор Рыбин, его жена Наталья Сенчукова. В общем, звезд на канале хватает. И у каждого своя программа. Поэтому программ на канале действительно много. И в этом плане название канала «360 градусов» полностью себя также оправдывает. В плане новостей какие будут изменения? Ну, новости на 360 – это вообще отдельная тема. Это настоящая их гордость и вполне обоснованная. У них просто потрясающая студия новостная. Такой нет ни у одного другого федерального канала. И отличная подача новостей от других каналов. У нас новости будут на канале выходить так же, как и выходили наши ярославские. Теперь они будут выходить в половину девятого вечера. И сразу после них будет выходить федеральный выпуск новостей, который подготавливать для нас будет 360. То есть у нас будет очень насыщенный информационный период вещания новостной. Теперь мы можем предложить не только ярославскую повестку нашим зрителям. То есть люди, посмотрев ярославские новости, могут не переключаться на какой-то другой федеральный канал, чтобы узнать, что происходит в стране и в мире. А оставаться здесь же вы узнаете все самое интересное и важное, что произошло за день в России и в мире. Причем вы увидите просто потрясающую картинку. Я вот не скромно говорю, но у меня действительно как новостника, в первую очередь, вот их новостной продукт поразил. Какие новые фильмы мы сможем увидеть в эфире канала? 360 он предлагает не то что качественную, а просто впечатляющую подборку фильмов. 48 кинопремьер в месяц, фильмов категории А. Полтора кинохита в день, я бы так сказал. В день один хит и по выходным два хита. То есть блокбастер. Причем категория А, это же блокбастер, это там, не знаю, Терминатор, Аватар, то есть такого уровня. Да, да, да. На этой неделе у нас в эфире будет, например, такой блокбастер, как «Челюсти 3D». То есть это последний фильм франшизы «Челюсти». 13-й район «Ультиматум» также на этой неделе у нас будет. «Лица в толпе», «Невеста любой ценой». Ну, в общем, фильмы, название которых говорят сами за себя. С фильмами все понятно, а что же с сериалами? Будут ли такие? У нас днем будут идти и вечером, в общем, тоже в основном российские сериалы. Это вообще вот тренд телесмотрения в нашей стране. Вот как ни удивительно, сейчас зарубежные сериалы, ну, просто не заходят. Днем идет, конечно, мелодрама для женщин. Называется «Дочки матери». Там прекрасный актерский состав. Нина Усатова, Андрей Ильин, Константин Крюков, любовь, интриги, драмы. То есть, в общем, все, что нужно домохозяйке днем, она в этом сериале получает. Женщина, вместо того, чтобы закатывать огурцы или помидоры, ее не отторвешь от 360 кирославов. Она будет вмещать, она будет стоять на кухне, закатывать и смотреть как раз 360. Сериал этот идет, он с полвторого до половины четвертого, показывается сразу несколько серий. Это дневной сериал, вечерний сериал, он уже рассчитан на более широкую аудиторию. Сериал «Бигль». Сериал «Детективный». «Бигль» — это название, собственно, детективного агентства, о котором рассказывается в этом сериале. Но, вот женщин, прошу не переключаться сейчас, там в каждой серии, опять-таки, взаимоотношения, так или иначе, затрагиваются мужчины и женщины. Поэтому, я считаю, вот в плане сериалов и фильмов, мы не то что планку будем держать, мы ее значительно повышаем, и я думаю, наша аудитория это оценит, и опять-таки, станет больше смотреть наш канал. Как встроятся локальные программы в общую вот эту совместную сетку вещания? Наши программы, которые мы делали на ГТ-регион, и которые аудитории полюбились, понравились, это подтверждено рейтингами, люди их смотрят, конечно же, останутся. Тот же утренний фреш, он не то что остается, он усиливает свое присутствие в эфире. Теперь вы будете выходить не только в 7 часов утра, но и на час раньше, можно начинать смотреть с 6 часов утра утренний фреш, поэтому все, кто очень рано встает, теперь могут включать. Сергей и Катя вас окончательно разбудят, не дадут заснуть. Это для тех, кому вы дает. 6, 7 и 8 получается. Да, и возможно, еще дальше будут дополнительные выходы, поэтому... Вот так вот, друзья, вы посмотрите, что значит народная любовь и любовь генерального директора. Всей душой, все для вас, ребята. Спасибо. Программы, которые выходили, они продолжат выходить. Та же программа, которая вот Лоцман в мире потребления, называется «То, что нужно», она остается. Гид и ликбез по финансам, где деньги, программа, также остается. Будем заниматься продолжать просвещением. Программа «Я. История», она будет в эфире. То есть мы будем продолжать рассказывать об истории Ярославля нашего региона. Что касается трансляций, которые мы проводили на «ГТ-регион», они также будут. Они у нас показывают очень хорошие рейтинги. Все значимые, большие мероприятия в городе мы будем показывать на канале, в прямом эфире или в записи. Это касается также и спортивных трансляций. Мы рассчитываем в этом сезоне продолжить показывать матчи Шинника. Считается, что Ярославль – это хоккейный город, но рейтинги, кстати, свидетельствуют о том, что народ хочет смотреть и местный футбол. Мы начали в прошлом сезоне показывать матчи баскетбольные команды «Буревестник». Это команда, которая сейчас набирает популярность в Ярославле. Поэтому мы также в новом сезоне, скорее всего, будем продолжать показывать их матчи. Будем показывать, если у нас будут проходить в Ярославле большие турниры по боям без правил, которые мы показывали, они тоже очень хорошо воспринимаются. Мужская аудитория и мужчины любят драки, особенно когда сами в них не участвуют. Поэтому мы будем это продолжать показывать. Будем показывать проекты на грани спорта и искусства. Это, например, вот уже в июне мы сейчас в эфир выдадим ледовое шоу нового Ильи Авербуха, которое он привозил в Ярославль. Такие проекты будут у нас сохраняться в эфире. Мы в прошлом году начали показывать сезон Ярославской студенческой лиги КВН. Новый сезон мы также осенью покажем, так что все поклонники КВНа, осенью включайте 360 градусов, Ярославль будет очень смешно. Мы открыты, если у кого-то есть какие-то перспективные идеи, но главное, чтобы они были реальными, то есть чтобы их было можно реализовать, а не просто нафантазировать. Ну вот все, у кого такие идеи есть, приглашаю ко мне, готов обсуждать. В общем, на самом деле, друзья, все, что не делается, все к лучшему, и наш ГТ-регион станет еще лучше с приходом федерального канала 360. 360 Ярославль, надеюсь, будет самым любимым каналом ярославцев и жителей области. Я тоже очень на это надеюсь. Включайте 360 Ярославль, смотрите нас. Сегодняшнее утро мы провели вместе с генеральным директором канала ГТ-регион Дмитрием Веретенниковым. Спасибо. Спасибо вам.